«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его друзья. Друзья мои, сегодня исполняется 75 лет Хиллари Клинтон. Помните, Владислав Александрович, такую замечательную женщину? Но мне она больше всего запомнилась своим восклицанием «Вау!», когда во время интервью американской тележурналистки же Хиллари Клинтон сообщили, что замучен насмерть Муаммар Каддафи. Произошло это в октябрьские дни, в эти же октябрьские дни 2011 года, 11 лет тому назад. И после этого Хиллари заулыбалась, разнервничалась, наверняка давление подскочило от радости. И она сказала, что, перефразировав древнеримскую поговорку, «пришли, увидели, убили». Да, вот такое животное лицо у Хиллари. Но я считаю, что нам нужно вспомнить и понять причины того, что произошло в 2011 году в Ливии. Это все цепочки, честно говоря, одних и тех же событий. И с нами сегодня Олег Анатольевич Макаренко, кандидат философских наук, политолог, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, преподаватель кафедры международного сотрудничества РАНХИКС. Олег Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Да, Олег Анатольевич, мы уже встречались как-то летом, да, говорили в день рождения Муаммара Каддафи о Джамахирии, о жизни в Ливии, а вот и не успели по временным причинам, да, добраться до как раз события 2011 года. Мне кажется, сейчас уместно будет это сделать. Почему в Ливии тогда полыхнуло? Что тогда там происходило? Чем были спровоцированы беспорядки, если мы понимаем, что Ливия была одной из самых, ну, скажем так, комфортных стран для жизни, ну, в Африке, на африканском континенте точно, с их системой социальной помощи, да, и пособий, цен на нефть, на ЖКХ и так далее, на медицину. Удивительно, что там, в принципе, что-то полыхнуло. Как вы видите причину? Вы абсолютно правы, когда обратили свое внимание на одну женщину, которая так хохотнула после того, как был убит, замучен Муаммар Каддафи, которая сказала, что это хорошая новость. Я думаю, что здесь вы поставили практически все точки над «и», и добавить, если так честно, практически нечего. Но следует сказать, что Соединенные Штаты Америки ставят своей задачей создать хаос, и в этом хаосе, на международной арене, в этом хаосе они получают и могут выловить очень большую рыбку и огромное количество денежных средств, и получить дивиденды. И поэтому разрушение, которое происходило с осени 2010 года во всем практически арабском мире, так называемая «Арабская весна», и вот цепь этих событий, в которых разрушались существующие государственные режимы, существующие государства, когда правительства этих государств не сходили на нет по определенным причинам, что в них достаточно некомфортно, как вы сказали, жить в арабских странах, в том же самом Египте, Йемене и так далее. Но Ливия – это отдельный случай, который показывал свою жизнеспособность, давал возможности социального характера, предоставлял эти возможности. Как Муаммар Каддафи сказал, что моя семья, мой отец получит жилье в последнюю очередь, пока последний ливиец не получит свое жилье. В принципе, так и было. И вот эти социальные условия поставили крест, и социальные условия, и предоставление широких политических автономий тем людям, которые проживали в ливийском государстве, и материальное благополучие поставили крест на его жизни. Это желание американцев получить не только нефть, но самое интересное, там есть огромное количество воды. Его знаменитейший проект, который говорил о том, что из пустыни в конечном итоге они сделают величайший оазис, который превратит пустыню в процветающую землю. И поэтому вода, нефть, а вода на сегодняшний момент является одним из самых главных, скажем так, материальных благ, как на африканском континенте, так и, в принципе, для всей Европы. А запасы ливии, водные запасы ливии просто неисчерпаемы. По некоторым данным, они намного выше, чем все запасы пресной воды в мире. Есть такие данные. А как, Олег Анатольевич, а как Каддафи хотел распорядиться этой водой? То есть он что, он не хотел продавать ее американцам или соседним странам? Почему вода стала причиной вооруженного внимания к этой стране? Вы понимаете, если мы сейчас посмотрим и подумаем, где он строил ирригационную систему. Он ирригационную систему строил для Ливии и в Ливии. Продавать вопрос не стоял в том, что кому-то продавать. Необходимо, прежде всего, построить благосостояние и дать возможность людям жить хорошо в своей собственной стране. И это ставилось им как главная задача, которая прописана в зеленой книге. И он же ставил задачу не только улучшить благосостояние ливийского народа, но и всего африканского континента. Получается, что этот человек думал прежде всего о всем африканском континенте, что в принципе противоречит самой капиталистической идее. Получай выгоду, получай выгоду здесь и сейчас. И поэтому благо для всех это катастрофа практически для капиталистического способа производства и получения материальной выгоды. Этот человек не должен был жить. Это точно. Это аксиома. Капиталистический мир это всегда получение прибыли. А этот человек строит для своих и строит для африканцев. Вот посмотрите даже по зерновой сделке сейчас. Куда ушло зерно? В Западную Европу. В Африку? Ничего. Интересная постановка вопроса. Вот вам ответ сегодняшнего дня на то, что делал Муаммар Каддафи. Олег Анатольевич, ну а каким образом-то удалось в самой благополучной стране Африки, в одной из самых, развязать гражданскую войну? То есть, как нашли недовольных? Или это были полностью экспортированные какие-то силы? Нет. Ну, начнем с того, что недовольных можно найти везде и всегда. Учитывая то, что государство все-таки имеет, ну, скажем так, свое строение на основе некого родоплеменных, неких родоплеменных отношений. И там это было. И не все родоплеменные, значит, руководители родоплеменных общин, они довольны существующим государственным строем. Или довольны господством этого человека, который просуществовал и проправил этим государством, ну, больше сорока лет. С 69 по 11 год. Это очень-очень долго. Поэтому никто, каждый, любой человек, любой руководитель родоплеменной общины желает видеть себя руководителем всего государства. И поэтому найти в такой системе человека, который был бы недоволен, просто и хорошо. И тем более есть люди, которые используют религиозную составляющую. Так, например, было в Египте. Религиозную составляющую для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. И, в принципе, все выступления, связанные с вот этой так называемой, в кавычках, революцией при Муамре Каддафе, совершались после пятницкого намаза. И объединение людей происходило, я думаю, как на улицах, так, в принципе, и в мечетях. Использовали религиозный фактор. — А что касается службы безопасности, обязательной для любого государства и армейских подразделений, почему, вот, с вашей точки зрения, они не смогли справиться с ситуацией? — Вы понимаете, я просто вам приведу пример. Трудно сказать, почему они не смогли, потому что, я думаю, что в любом случае эти выступления были обширны, очаговы, и реагировать на них было достаточно сложно. Вот я приведу вам простой пример сегодняшней Иран. Государство, ну, консолидировано с одной стороны, существует такая организация, как Стражи Исламской Революции. Могут ли они справиться с очаговыми протестами, которые появляются в стране, то там, то сям, то там, быстро и качественно? Ответ — сложно, это очень сложно. И поэтому ответить на ваш вопрос, что любая служба безопасности в состоянии справиться с этими очаговыми протестами, когда они такие вот еще подогреваются в той или иной степени родоплеменными отношениями и на религиозной основе, очень тяжело. Вот Иран вам типичный тому пример. Долгое время вот после убийства, гибели девушки, которая неправильно надела платок, продолжаются до сих пор. Вот вам простой пример государства, которое может справиться, но тяжело. Что касается вот хода этой гражданской войны, когда вы отмечаете, ну вот уже, так сказать, начало поражения Каддафи как лидера государства? Ну, начало поражения как лидера государства — это однозначное решение Организации Объединенных Наций, которая принимает резолюцию 1973, да, 1973 от 17 марта 2011 года. Эта резолюция ограничивает возможности ливийского лидера. С одной стороны, ограничивает, значит, защищает народ, как они объясняют этой своей резолюцией Организации Объединенных Наций, а с другой стороны, создает бесполетную зону. И эта бесполетная зона в конечном итоге становится вот таким, скажем, главным действующим лицом, которое привело к поражению Муаммара Каддафи. Я думаю, что это резолюция Организации Объединенных Наций. Друзья мои, Олег Анатольевич Макаренко, кандидат философских наук, политолог. Мы сегодня вспоминаем Муаммара Каддафи. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, с нами Олег Анатольевич Макаренко, кандидат философских наук, политолог, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, преподаватель кафедры международного сотрудничества РАНХИКС. Мы вспоминаем Муаммара Каддафи, лидера ливийской джимахерии, так называлось государство в Ливии. Очень продвинутая, очень социальная, на которой навалилась и НАТО, и Штаты, и Организация Объединенных Наций тоже сыграла свою негативную роль в судьбе этой страны. Олег Анатольевич, а вот роль Франции. Очень много говорят ведь о Саркази, которому якобы помог деньгами Каддафи избраться, а тот не захотел возвращать эти деньги, и по этой причине французы очень активно работали, бомбили ливийцев. И более того, ходят слухи, что именно французский спецназ, а у французов очень хорошие спецслужбы, участвовали в физическом устранении вот этим ужасное растерзание самого Каддафи. Как вы это оцениваете? Ну, я оценю, оценка однозначно положительная, вы абсолютно правы, потому что здесь есть несколько моментов таких основных. В марте, ну, в середине марта, вот именно когда состоялось вот это вот принятие Организации Объединенных Наций, значит, свои резолюции, значит, именно в марте, в середине марта, сыну Амра Каддафи, это Сейф Алислам, значит, в интервью одном Евроньюз он сказал и потребовал от президента Саркази вернуть денежные средства, которые он попросил, или которые были даны ливийцами, ливий, предоставила ему для финансирования его избирательной кампании. Понимаете, вот как-то вот в один месяц и как-то так в одно практически время, ну, нет, конечно, не стоит говорить о каких-то там, значит, идей заговора, но как-то все складывается в одну корзину. И поэтому, и тем более он говорил о том, что у него есть доказательства этого, и пообещал обнародовать эти доказательства, счета, документы, банковские переводы там и так далее, и так далее. И я думаю, что это большой скандал, однозначно большой скандал для того же самого Саркази, который планировался, да, и, в принципе, должен был стать президентом. И это сильно повлияло на имидж французского государства. Как так, у вас нет денег даже для того, чтобы проводить предвыборную кампанию выбора, для того, чтобы, и, значит, какую политику вы будете проводить, не про ливийскую, или вы берете денежные средства у террористов, которые в 70-е годы обвиняли ливийское правительство. И поэтому скажу, что действительно так оно и есть, именно французские самолеты наносили удары по той колонне, которая выдвигалась из Сирта, которая спасала руководителя ливийской арабской джимахерии Муамара Каддафи. Именно они нанесли этот главный удар, это французы. Я думаю, что это тоже не случайно. И есть такая информация, что действительно французский спецназ участвовал в разгроме этой колонны и помогал местным племенам, местным повстанцам в устранении, в захвате, точнее, устранении Муамара Каддафи. Такая информация есть. И, в принципе, судя по тому, что я сказал, она имеет место быть и, в принципе, логически, она абсолютно точно и четко выстроена. Олег Анатольевич, а у самого Каддафи, вы видите, вот, по расшествии 11 лет с момента его гибели, и сегодня в день рождения Хиллари Клинтон, которая очень этому событию радовалась, инфернально, я бы сказал так, дьявольски радовалась, совершенно не гуманно, не по-человечески и не по-женски. Хотя у нас очень часто любят говорить, что женщины в политике, они должны привнести в нее женственность, материнство, гуманность, но, честно говоря, этого не наблюдаешь ни в одном случае, к сожалению. Так вот, Олег Анатольевич, какие Каддафи сделал ошибки, из-за чего все это вылилось в то, что мы сейчас знаем? Или, в принципе, он был обречен, какие бы попытки изменить ход событий он не сделал? Я думаю, что в любом случае он не сделал главного вывода, что западный мир, как бы к нему ни обращались, он все равно придет к желанию тебя уничтожить в любом случае. Я думаю, что если бы даже он, вот простой пример, если бы он даже заявил о том, что Ливия собирается создать ядерное оружие, его бы в тот же момент, это государство бы разорвали. А вот, например, Украина, заявив о том, что она собирается создавать ядерное оружие для того, чтобы обеспечить себя, это Зеленский заявил на своей мюнхенской речи, вот так можно ее сказать, значит, не обратил внимания вообще никто, как и сейчас с ядерной, грязно-ядерной бомбой, которая может быть использована не на территории Украины, никто не обращает внимания. Значит, развитие своих вооруженных сил Каддафи поставил на второй план, а и безопасность в том числе, а он поставил в первую голову социальные условия и развитие своего общества. В этом и заключалась его самая главная ошибка. На мой взгляд, военную составляющую надо было ставить на первый план, потому что оборона и оборонять Джимихирию необходимо было всеми средствами и силами, а не заигрывать Западом и не давать им денежные средства, которые они никогда не возвращают. Обратите внимание на те деньги, которые находятся сейчас наши за границей и что с ними собираются делать в то же западный мир. Олег Анатольевич, ну и вопрос о том, как сегодня обстоят дела в Ливии. Насколько я понимаю, там как минимум два противодействующих друг другу лагеря. В каких условиях живут люди, то есть вот все эти 11 лет? Ну, я думаю, что однозначно сказать о том, что они живут хорошо и так же, как при Муамере Каддафе, нет. Социального взрыва нет, но существует перманентная война. То есть это состояние перманентной войны. И всех против всех. Это однозначно так. Одной группировке против другой группировки, кто бы ее не поддерживал. Я думаю, что такая ситуация на руку, как западному миру, который получает дивиденды от такого состояния этого государства, так и Соединенных Штатов, которая, как вы сказали, инфернально смеялась. Эта женщина, Клинтон, да? Вы не видите перспектив вот урегулирования, поскольку слишком много разобщенных и нет доминирующих, да, никаких сил в Ливии сейчас? Да, да, да. Я не вижу никакой возможности прийти к мирному соглашению противоборствующих сил. Попытки есть, но они недостаточно. Но очень, Олег Анатольевич, очень важные слова прозвучали, да, то есть если во главу угла ставить благополучие, сытость и обеспеченность, то, в конце концов, за это можно расплатиться безопасностью. Олег Анатольевич Макаренко, кандидат философских наук, политолог, был с нами. Сегодня мы вспомнили Муамара Каддафи. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.